вот небольшой урок математики было тут 63 223 насчиталось 286 это наверно не все короче под 300 вмятин на капу да будет интересно мы продолжаем вот он красивый капот ложка весь он правда вдрызг побитый количество мятин просто зашкаливает ну а что делать делать надо брать и делать вот мы и делаем правда металл вредный мне не нравится вот недоделка но что делать будем потом заделывать как-то вот и вот такие еще штуки есть в местах побитые вот здесь вот мятинка я я не могу по той простой причине что здесь не окажу там мастика внутри говорят и нет смысла она там это не так заметно и вот здесь еще и день то же самое сейчас покажу кто-то кем-то чем-то либо надавил либо уронил на факт лучше вот такая вот есть у нас и теперь с ней надо побороться начнем с клея пока что посмотрим как она поднимается потом если что будем делать крючком размерчик приличный ну вот оно наше место вот она вмятина вот здесь это еще рубчик остался чуть-чуть попытаться надо его поднять вот он рубец виден вот так уже глаза не бросается чуть доработать и хорош вот была вот здесь вот так пятенка у нас доработал я чуть-чуть клеем чуть доработал вот таким вот крючком самодельным здесь как раз берусь а через нее прекрасный шикарный заход заводом предусмотрены 5 никаких проблем вот а вот это вот штукенция как и говорил вот она умятника залито все герметиком да и не стоит тут из-за этой мелочевки расколоть пол капота и так на хрена не видишь и не увидит вот здесь закончили сейчас переходим к тому месту бы ребро рядом все не так все весело вот посмотрим что получится то же самое для начала надо им приподнять чуть-чуть а потом видно будет что с ней делать сделал вот тут одну мятину обнаружил вот 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 ну и так далее на кромке капота много еще самое неприятное здесь вот он весь такой пожеванный получается вот это закрывание руками далее и тому подобное что самое обидно вот на такого расстояния на ширину пушки здесь двойной металл снизу технологические отверстия есть принципе остаточные для того чтобы залезть вот но к сожалению там можно клеем это все делать ну ничего сейчас я приподниму насколько это будет как бы все финиш тут еще яма хватает как бы тех которые делается и делается хорошо и вот надо делать дальше объем работы не маленький 200 с лишним мятин а тут можно завязывать на день запаса на этих мятинах что же вот он наш капот от шивика вот большую часть мятин сделать аккуратно такие уж тут почему-то не хотят делаться не хочу просто накалывать но сейчас вот такая промежуточная дефектовка вот еще тут вот умятины я их как-то пробежал мимо надо еще их потаскать но посмотреть опять же обычно здесь усилитель двойной металл ну тогда надо хотя бы клеем попытаться подергать как говорится сейчас открою дверку туда его подтянули по дефектую на улице уже отмечу я пройдусь разок-другой потому что врубилал делал все внимательно пожалуйста ну это же как бы не финиш ну прошли эту нам надо опять по новой вернуться и все просмотреть эффекты где есть вот и постарался их дать такой промежуточный ну уже как бы по сравнению с тем что тут было принципе можно нам поставить если тут три-четыре-пять мятинок есть то общей картины они уже как бы не портят в общем картина такая что капот ровный но сейчас про дефект еще раз пройдусь вот после дефектовочки вот это все дефектовано и надо это либо доделать либо переделать либо сделать ну как не называть очень надо чтоб все это было более-менее как его возможности конечно сходить возможности потому что допустим здесь у нас двойной металл особо не подлезет и тут только можно если что клеем допустим этот момент вот тут по-любому ничем не залезешь явно что это грато от камня летела потому что скулов много как и ну что делать попытаемся сделать вот такая картина репина получилось но это меньше и качественно и количественно осталось но надо доделать конечно уже капот похож на капот принципе если здесь требование это можно поставить на машину ездить ну не для этого модификтовали сейчас опять пьет из песней ну что же продолжаем прошелся еще один раз просмотрю продефектовал более-менее нормально тут все что надо было вылесить как говорится вылесил там где уже вот на конте здесь рубцы двойным металлом маленькие остались не тянутся но ничего пусть остаются по сравнению с тем что было уже все красиво теперь осталось заполировать но опять достаем машинку трезак проходим вот кое-то пришлось повоевать проходим трезаком проходим поли роли мы все вперед из песней вот это еще не тронутая поверхность это уже по фона вот видно что водичка росли в кухне вот и уже так не стоит вода ну ладно продолжаем продолжаем дальше вот что же машинке рупис спасибо моим замываем капот высушиваем и что начинаем полировать есть у нас поля рулька от немчиков называется вот так вот мент зерна и сейчас мы пробежимся так полирается и все будет зер гуд капотик надо протирать вытирать насухо начать это полировали не любит чтоб вот так вот по воде и брызгали планет планет она не работает так она работает ну как бы на суп до губка сухая и наносишь пароль роли работающий вошлись один раз убираем все все лишнее убираем чтоб капот был чистый чтобы ролики одна на другую не намешивались вот почему потому что абразивы смысл чтоб как говорится один с другим работали вот надо чтоб на чистая опять же отходы от полировки вот вахта тоже шлифуется получается суспензия и он не будет способствовать эффект полировки поверхности поэтому поверхность должна быть чистая ее надо следующий номер полировали быть диск полировали чистым поверхность полируемая должна быть чистая вот так ну что же вот такая вот получил у нас работа да где то есть недоделки где то есть то что мне не нравится вот я это вижу ну что делать немножко металл как говорится подка вот ну и теперь после вот такой полирольки это как бы нафиг волшебную тряпку делаем умное лицо и вот и вперед и вперед и вперед и посмотрим что получится вот вот так вот получается у нас вот ладно это сниму слонит как бы финиш все всем привет всем как говорится обе да Хозяин сам трет и думает и нафига я отдавал я тоже могла так тряпкой потереть и все не вмятен на капоте ничего да и все и все криво вот это просто волшебная такая вот а между тем на этом как и было 286 мятин насчитано так сейчас они куда-то все подевались кое-что конечно не без этого доворачиваем болтушки все по вот эти там на машине и на капоте совпало повезло один раз жизни случайно совпало вот ну и вот он к вот на машинке да можно закрывать и снимать но вот он другой под для сравнения а попону не будем вот эту одевать без нее сейчас жарко да хорошо ну вот он наш капот с него надо ободрать вот эти целочки повесить вот эту попону и слегка забыли на радость она повесить